Всем привет, друзья! С вами Николай Соболев, новогоднее настроение, и это крайний выпуск 2021 года. Этот бокал шампанского я хотел бы поднять за каждого из вас. И, конечно же, за Михаила Лазутина. За льва против. За кадровым смехом даже самые сбитые шутки звучат чуть смешнее, да? Данный выпуск пройдет в формате номинаций и премий. Мы подведем итоги, обозначив самые знаковые события этого удивительного года. А вот почему год удивительный, спросите вы? Потому что потому. А потому что целый год мы с самого начала удивляемся, как персонаж из криминального чтива Винсент Вега. Мы ходим, оглядываемся по сторонам, задавая всего лишь два вопроса. А что, вот так вот можно было, что ли? Вот это реально сейчас происходит? Вы что, серьезно? Серьезно? Вы, блядь, серьезно? Вот реально можно прям взять и отравить человека, а после этого его можно вот так вот прям взять и посадить в тюрьму. А это реально такая модная кальянная в Геленджике? Причем здесь Путин? А я тут ни при чем! И вот так у нас прошел целый год, друзья. Вот что ни месяц, то игра в кальмара. За этот год мы выяснили, что людей вот просто так можно признавать иноагентами. Вот можно просто так вот помещать в список террористов и экстремистов. Вот даже без суда, без следствия, без приговора. Легким движением руки. И легким движением ноги за вами могут прийти люди в форме и сказать, слушай, дружок, ты тут в ACQ, а 43 года назад оскорбил ветеранов, а вот не хочешь ли ты пройти с нами? Номинация ЗЭК года. Вот сложно не вспомнить, что этот год начался с заключения Алексея Навального, друзья. Но заключение Алексея Навального больше не в тренде. Вот Алексей Навальный больше не топчик. Все пропало. Но люди скоро не вспомнят, вот кто это вообще нахрен такой. Ну вот серьезно, 2% дерьма вышли, что-то покричали. С Навальным очень было много друзей. И очень быстро поняли, что нужно успокоиться. Я вам хочу всем ответственно заявить, это мы здесь власть. И власть мы эту вам не отдадим ни хрена никогда. Тем более люди быстро поняли, что из заключения Алексея Навального освободит разве что землетрясение, которое сдвинет литосферу под его камерой. И даже в таком случае ему не особо нужно откуда-то сбегать. Ты уже хочешь, чтобы тебя Россия защитила. Потому что, как выяснили журналисты телеканала Россия, тюремная камера Алексея Навального сопоставима с люксом отеля Ритц Карлтон. В Америке намного действительно хуже условия. Из стен стреляют отравленными стрелами. Внутри все с максимальным комфортом. 10 лет мы с тобой вместе, ты сидишь, я надзираю. Вот, а в Америке бегают тараканы везде. Поэтому данного заключенного, который находится в таких комфортабельных условиях, не так уж и жалко. А вот эта вот вся вот аква-дискотека... Аква-дискотека, аква-дискотека... Головой поехали? Ну, уже людям порядком наскучило. Тем более сейчас зима и все замерзло. А Леху достаточно быстро забыли. Без нового контента на квадрокоптере. Скучно, девочки, или нет? Скучно, девочки. Для людей, не выкупающих, как обычно, сарказм в моих выпусках, я поясню, что это никакая не издевка. Это всего лишь вольная интерпретация того, что я вижу в действительности. И да, интерес людей очень быстро сменился равнодушием. А героический прорыв Алексея Навального на родину сейчас выглядит для многих, как слабоумная попытка самоподрыва для самопиара. Твой Навальный солгал, дура! Он бросал кирпичи, Навальный! И все чаще, знаете ли, я прискорбанно слышу мнение вроде, а вот зачем вообще этот человек возвращался? Вот что это был за план такой? Надежный, как швейцарские часы. Именно с хладнокровным осуждением своих поступков столкнулся в этом году и другой известный заключенный Юрий Хованский. Что там? Он очень некрасивый. Некрасивый и ненавистный Хованский, который сам еще недавно издевался над заключенными. Посылка от Юрия Хованского и тупых верунов. Теперь сам оказался жертвой. Вот многие люди, безусловно, в этих обстоятельствах не могут не ликовать. Вот так и надо. Вы, сука, молодцы! Сейчас самое время, потому что вот еще чуть-чуть, и наша страна избавится от всех опасных преступников. Страна вздохнет свободно. Не хочется ему писать вещи в духе «я же говорив». И то ли в рамках политики демонизации интернета, то ли по случайности, то ли по личному повелению некоего человека, которому не понравилась эта омерзительная песня... Чеченцы! Юра сел в СИЗО и находится там уже на протяжении 7 месяцев. В крайне плачевном психологическом состоянии, в первую очередь. Он не улыбается. Вообще. Ну, вообще, абсолютно. А раньше смеялся просто в ногу. По каждому поводу. Это очень веселый, жизнерадостный человек, но я думаю, ты сам его знаешь. Он не был склонен сидеть в депрессиях. То есть иногда на роликах он включал какую-то грустненку, но именно по жизни он редко впадал в такое состояние. Я потерян. И вот сумасшествие. За действия 12-го года человека судят по статье 16-го года из-за какого-то напуганного грибняка Андрея Нефедова. Погода холодная, я в шарфе стою летом, друзья. Который, напоминаю, сам исполнял эту песню даже еще позже, чем Хованский. И при этом находится на свободе. Чеченцы, самый благородный народ. Подожди, получается, Нефедов публиковал вот конкретную эту запись. Изначально это он и выложил. Это фактически прямое доказательство того, что эта песня исполнялась 9 лет назад. Правильно? Абсолютно верно, всем плевать. Также они привлекают каких-то весьма сомнительных свидетелей. Вот если вы не слышали, эти люди вот когда-то в баре в 18-м году слышали в исполнении Хованского эту песню в конференции Скайпа. Да, Скайп в 18-м году. Свяжемся по Скайпу. Надо ли говорить, что выглядит все это, как страшнейшая липа? Их явно написал один и тот же человек. Я вот, конечно же, не хочу оказаться за решеткой. Но что это за расследование такое? И, соответственно, следователь тоже, опять же, со слов Юры, говорил, что если он не подпишет признательные показания про в 17-й год, то у Маши будут большие проблемы. Какие конкретно проблемы, я не знаю. Сама бы хотела знать, какие проблемы у меня могут быть, уважаемый следователь. Итак, с помощью банального веб-архива каждый из вас в течение часа может доказать, что данная композиция размещалась в интернете в 2012-м году. И распространял ее, опять же, не Юрий Хованский. Достаточно убедительно звучу. Андрей Нефедов, который еще тогда зарядил свой добромет. Хорошо, чуваки, в лесу. У Хованского дома я побывал буквально недавно, вот в тех самых легендарных местах, которые вы могли лицезреть. Вот на местах вот той вот свалки, которую устроил то ли Хованский, то ли сами оперативники. Засрано, как натуральный свинарник. Вот дальше, на чем сконцентрировалось внимание абсолютно всех, это на том, что они выставили фотографии. Они сперва все раскидали, они все вещи, которые сейчас стоят на полках, и в кабинете, и в спальне, и абсолютно везде, вывернули полностью на пол. Я играл с той самой собакой, за которую очень многие переживали, и с ней действительно все в порядке, потому что она не живет в логове террориста, представьте себе. Это уютная, домашняя, очень комфортная квартира, и нужно сказать, что Хованского прямо сейчас поддерживает очень смелая, очень самоотверженная девушка. Ты можешь, ты можешь дать показания, в каком году был стрим на самом деле. А сейчас, надо сказать, этого человека поддерживает, ну почти что все, видеоблогерское сообщество, и мне хотелось бы лично сказать спасибо каждому человеку, кто вот поучаствовал в этом большом ролике на канале Хованского. Гуманизм и отношение к закону проявляется именно тогда, когда речь идет о людях нам лично неприятно. Ну что ж, а во время записи этого ролика пришла лучшая новость, которую можно было сегодня ожидать. Суд удовлетворил требования адвокатов и отпустил Хованского под домашний арест, под ограничение некоторых действий. Это большая маленькая победа, но следствие все еще продолжается, поэтому обязательно подписываем петицию. Вот обязательно подпишите, а мы продолжаем. Ну я стою перед тобой, вот я как Иисус Христос, другую щуку только подставляю. Номинация за шквар года. Рэпер Моргенштерн, вот гнойный фурункул. Вот этот вот чудак, который не сезурной бранью там какие-то песенки сочиняет. Да лбанок, вы ничего не понимаете? Вот не только продавал наркотики в интернете, вот не только размещал свои какие-то вот сомнительные перформансы. Бессовестный! Самое ужасное, что рэпер Моргенштерн сделал в этом году, он культивировал в противовес себе вот этих карикатурных персонажей, которым вот хочется задать вот всего лишь один вопрос. Что вы такое сочиняете? Бастрыкин удивил нас откровением про продажу наркотиков. Торгует наркотик, по сути, делай. Елена Мизулина видела связь между расстрелами в школах и песнями Алишера. На него повлияли песни Моргенштерна. Такой булшит классический. А дзюдоист Носов заявлял, что Алишер это проект запада по растлению молодежи. Вы что думаете, что Моргенштерн простой парень из Уфы? Нет, ну какой парень из Уфы? Ну, конечно же, эти старые видеоролики, это просто банальный монтаж. Записывай себя, делай татушечки и получай пизды от мамы. Моргенштерн это, безусловно, проект Госдепа США. И он серьезно вооружен... Файлом с темами из-за рубежа. Сталин уже бы расстрелял! Именно это озвучила в интервью Ирине Шихман, та самая дочка Мизулиной. Ну а кто из вас с более радикальных взглядов? Я думаю, что мама более умеренная. Ух, малышка. Которая особенно любит пиариться на рэперах. Вот эти платья на ОГБУДА. Псевдонимы которых она, к сожалению, пока что не может внятно произнести. О-Джи-Буда. Но на самом деле ей это вовсе не нужно, потому что она знает куда больше, чем мы с вами. Приходится цитировать эту гадость. Дается определенный файл. Где папочка? Вот. С темами, которые необходимо затрагивать. Баттл по фактам! А Моргенштерну кто-то дает файл. Есть такая версия. Какая же ты грязная. Представьте себе этот заговор масонов, этот заговор тамплиеров, где собираются какие-то люди и решают, что вот Моргенштерну в этом году нужно обязательно исполнить променет. Это возмутительно. И вот обязательно нужно сочинить трек про какой-то вот американский автомобиль. Я очень быстро раскрою этот заговор, госпожа. Это писали и средства массовой информации о том, что у него есть иностранное финансирование. Примечательно, что речь идет о статье некоего Николая Старикова, который до Моргенштерна упоминает неожиданно Николая Соболева и Эльдара Джарахова. Вот давайте ознакомимся с текстом этой статьи. Итак, там указано, что модераторы команды Навального это Николай Соболев и Эльдар Джарахов. Тут я чуть не поперхнулся, то есть я и Эльдар Джарахов. Ты введен в совет. И мы, оказывается, с Эльдаром в нашем преступном сговоре получили от иностранной компании Юла по 800 тысяч рублей. Мне нужны мои деньги, ты поняла меня, блядь? За распространение, за создание каких-то роликов в поддержку Алексея Навального. Единые методики работы у отдельных исполнителей, у отдельных блогеров. Но мы не даем тебе звание магистра. Я не знаю, как это комментировать, дорогой автор. Сходи в туалет, поешь. Возможно, к тебе придет какое-то новое вдохновение для сочинения новых статей, или, возможно, ты все-таки залезешь в Google и узнаешь, что вот та самая таинственная компания Юла, она платит Моргенштерну. Да, еще спонсируют Сливки Шоу, Сашу Спилберг и 5000 каналов, потому что это партнерка Ютьюба. Это невероятно! Почему, скажите мне, ну почему эти люди настолько карикатурные? Почему все они выглядят, как чиновники из фильма «Рок волна», где пытались запретить музыку? Задача правительства, если ему что-нибудь не нравится, принять закон, ставящий это вне закона. Но никаких результатов по исправлению молодежи вы не достигнете до тех самых пор, пока вы только пытаетесь, ну что-то ограничить, что-то запретить. Съел таблетку, полетел. Мы под наркотиками. Ну попытайтесь вы хотя бы в чем-то разобраться, а не распространять эту стереотипную чепуху про вред рэперов, про вред компьютерных игр. Есть еще одна большая проблема с этим связанная, это компьютерные игры. Что такое Дука 2? Она разрешена в России от 18 лет и старше. Убийца из Казани тоже имел игровую зависимость. Ну да, еще убийца из Казани мыл руки, еще он ходил в туалет и вполне возможно смотрел первый канал. Такой булшет классический. Ну неужели вам не странно говорить все то, что вы говорите? Неужели вам кажется, что вы это лучший пример для подражания молодежи? Если бы он жил при фашистах, с него, учитывая родословную, трали бы кожу с идиотскими татуировками. Вы больной? Номинация скам года. Эти бесконечные курсы, эти бесконечные инфо-цыгане. Вот казалось бы, вот всегда были эти ребят. Автор бестселлера «Как стать первым на YouTube». И кто вообще? Че за хуйня? Рассказывали нам люди, которых никто на YouTube в жизни как будто бы не видел. При этом продавая книги дороже, чем это делал я в 2017 году. Ты получаешь в этом мире именно то, что ты отдаешь. Реально. Результат всегда там, где внимание. Где энергия, там и внимание. Где внимание, там и энергия. И прочие удивительные лайфхаки вселенной. Вот постоянно открывались на разных лекциях, где людей заставляли делать какие-то странные действия. Например, поднимать руки постоянно. Поднимите руку, поднимите руку, поднимите руку. Вот что-то кричать, какие-то фразы выкрикивать на весь зал. Типа «Я смогу! Я лучший!» Короче, людей, настоящих сектантов, вот постоянно выводили на эмоции, рассказывая при этом удивительные истории о том, как вот человек вот на самом деле не имел ничего. Был обычным парнем. Даже сухарика в кармане. У нас не было денег, чтобы даже купить стиральную машину. Я смотрел свой кошелек, а в кошельке у меня 200 рублей. Но вот в итоге вот он открыл какую-то настройку своего мышления. Мышление миллионера. Закрыл 495 тысяч рублей. И теперь, что самое главное, вот готов поделиться своими секретами, своими инсайтами вот с любым человеком, причем на любую тему. С этими мужчинами спать нельзя. Вообще, в принципе, никому. Вы должны всегда тренироваться на лохах. И вот для того, чтобы вы понимали, что происходило за последние 10 лет, нет, в нашей стране не появилось огромное количество каких-то молодых, перспективных бизнесменов. Бизнес-тренера платят бизнес-тренеров. И вот со временем, по прошествию десятилетий этих, бизнес-тренеров стало настолько много в нашей стране, что им стало просто, ну, сложновато конкурировать друг с другом. Именно поэтому они решили действовать через блогеров. Я вообще в восторге от того, сколько вас, вы понимаете? И вот теперь, вот прямо сейчас, те самые адепты бизнес-молодости, которые тогда еще сидели в зале, панда, научились, как нужно выстраивать свои курсы, думайте эти мысли, нам нужно изменить образ мышления, и ищут своего Гусейна Гасанова, как зарабатывать 1 миллион долларов в месяц, или свою Регину Тодоренко, Так зажглась идея сделать свое обучение. Для того, чтобы они профессионально прогрели свою аудиторию, что выглядит примерно всегда одинаково. Вперед! 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 И впарили нам очередной какой-то чудесный курс, который изменит вашу жизнь. Причем этот курс может быть на любую тему. Нам удалось выбить тысяча мест и добавить беспроцентную рассрочку. Хоть про минет, хоть про шитье, хоть про кройку, хоть про металлургию. Знания по нейромаркетингу, копирайтингу, инвестированию, финансовой грамотности, получите профессии, таргетолог, менеджер маркетплейса, СММщик, сторимейкер. Норман Мейлер, Кори Тейлор, легенда Невского проспекта, но не Веллер. Рил токен из бич! В выпуске про понты я рассказывал подробно психологию таких вот курсов, но если кратко, это просто понос без говна. Это просто вода! Постучите по себе, как тайская бабушка! Это просто набор каких-то однотипных заданий и формулировок. Нужно написать список из ста вещей. Напишите список из... Находим в доме и выбрасываем 10 вещей. Удаляем 10 чатов. С этого начинается ресурс. Как в детском саду, знаете, детей пытаются занять чем-то для того, чтобы, ну, как-то голова немножечко отключилась. Это же обалденно круто! И в вашей голове создалась бы иллюзия какого-то результата, которого на самом деле, естественно, не существует. Моя новая жизнь начинается прямо сейчас. Пиздёж! Небольшой инсайт. Вот мне таких курсов предлагали сделать за последний год, ну, вот штук 10. Прибыль обещают колоссальную. До 100 миллионов рублей всего лишь за 4 месяца. Ребята, это сказка! И мы это бизнес! Бёдрами, бёдрами! Знаете, теперь я понимаю прекрасно, почему Регина Тодоренко так радуется. Счастливо приветствовать вас на нашем курсе! Это ж сколько красных Гелендвагенов можно купить. Это сколько Феррари, сколько Ламборгини в приложении Дром можно приобрести. Можно купить хоть 100 Фольксваген Тигуан 2015 года. По ссылке в закреплённом комментарии. Номинация «Мем года». Безусловно, достается рэперу Оксимирону, чей альбом вызвал, надо сказать, гораздо меньше обсуждений, чем раскрутка самого альбома и, конечно, вот эти великолепные мэшапы. Номинация «Разочарование года». Безусловно, достается Ивану Рудскому, который, представьте себе, вернулся на YouTube, сходил к Дудю, подставил... Дудя под статью... Старта не те выбирал... Оскорбил Дудя в Твиттере... После этого я ещё долго не курил... И снова ушёл с YouTube. Я так плакал! Номинация «Прорыв года». Её получает тот единственный, кто постоянно развивался и никогда не останавливался на достигнутом. Ну что, сами догадаетесь? Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? Ну а если серьёзно, друзья, хоть я пока что ещё и не президент Российской Федерации, но, подводя итоги этого года, хочется сказать, что он действительно был очень непростой, в том числе и для меня, но я уверен, что мои преданные зрители знают, что каким бы ни был год, каким бы сложным ни был период, я всегда стараюсь для вас, всегда стараюсь для того, чтобы было больше вот таких вот комментариев, для того, чтобы люди получали информацию и понимали, что каждая секунда каждого ролика сделана так, чтобы кто-то написал, а ролик смотрится на одном дыхании. Иногда я встречаю какую-то уничтожающую критику, иногда я слышу какие-то очень приятные, очень положительные отзывы касательно моей деятельности, которые, безусловно, двигают меня дальше. Но это всё на самом деле не важно. Не важен оттенок, важна ваша эмоция и важно ваше внимание. Именно это заставляет меня двигаться дальше. И именно в этом году я понял, что доносить какую-то информацию, собирать какие-то смыслы, это действительно моя миссия. В следующем году будет контента и на этом канале в том числе гораздо больше. И я надеюсь, что мы ещё огромное количество разных моментов разделим вместе с вами. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно отмечайте этот Новый год так, как вы хотите. Благодарен каждому из вас за то, что вы со мной настолько долго, такое огромное время. Дальше будет больше. С Новым годом, друзья! С Новым годом, друзья!